Здравствуйте, православные! Мы продолжаем нашу уже многолетнюю, респускать, традицию ежедневных размышлений над святцами Русской Православной Церкви на площадке Русской Иконописной Школы. И сегодня, 9 июля, Церковь празднует память Тихвинской иконы Божией Матери преподобного Давида Солунского, преподобного Иоанна Епископа Готовского, святителя Дионисия, архиепископа Суздальского, на нем мы сегодня поговорим, обретении мощей преподобного Тихона Луховского-Костромского, перенесении мощей преподобного Нила Столобенского, священномученика Георгия Пресвитера, а также икон Божией Матери Лицкой, римской, немецкой, не, не, а я, немецкой, седмиезерной, икон Божией Матери. Итак, поговорим о святителе Дионисии, архиепископе Суздальском. Он в миру носил имя Давид, был постриженником Киево-Печерской обители, куда пришел, и мы не знаем откуда, кто были его родители, происхождение, но получил там благословение предстоящими Антонием и Феодосией на образе Божией Матери отбыть на Волгу. И недалеко от Нижнего Новгорода святой Дионисий выкопал пещеру и подвязался там в полном безмолвии. То есть, обратите внимание, святитель, то есть это значит, что он имел епископский сан и был поставлен на кафедру. И, скорее всего, не вот в деревне была кафедра, несмотря на то, что это русское средневековье. Но не будем забегать вперед. И постепенно вокруг него собрался круг учеников, и около 1335 года он основал монастырь в честь Вознесения Господня. Учениками святого Дионисия были преподобные Ефимий Суздальский и Макарий Желтоводский Унжинский. В 1352 году старец послал 12 человек из своей братьи в верхние грады и страны, и где же Бог кого благословит. То есть, важный момент, да, не думали о своем спасении, а думали о том, что, ну вот, вы укрепились, братья, теперь несите свет проповеди, и вот традицию монашеского подвига следует распространять. И в 1374 году святой Дионисий был удостоен епископского сана. И тоже неспокойное было время, и человека вот так вот из безмолвия этого вынули, хотя уже плоды были, уже вот, смотрите, ученики уходили, вот он наставник других, которые тоже прославились святостью жизни и потом уже будут канонизированы. Мы пока не знаем, но плоды-то уже видны, и может быть лучше его не трогать, но его возводят на кафедру, и как раз в этот момент и случаются первые попытки покончить с монголо-татарским игом. Напомню, если педантично занудствовать, то 1380-е, Куликово поле, это вовсе не конец ордынского владычества. Это просто, ну, такой знаковый момент, когда князь, вернувшись с поля боя, назначил наследником своего княжества без согласования с Ордой. Вот это был такой вызов, такой большой жест. И, как мы помним, на самом деле в 1480-м стояние на Угре положило конец монголо-татарскому игу. Но вот все движется к Куликовому полю, да, и 31 марта 1375 года плененный жителями Нижнего Новгорода татарский военачальник, оказавшись на епископском дворе, выстрелил из луков святителя Дионисия. Но стрела только задела епископскую мантию. В 1377 году по благословению и, как выражается, летопись жизнеописания и, возможно, под редакцией святителя Дионисия иноком Лаврентием была составлена знаменитая лаврентиевская летопись, которая, собственно, вот и явилась таким основанием претензий Руси на самостоятельность. В 1379 году святитель Дионисий, один из всех епископов, собранных в Москве по повелению князя, выступил против избрания в митрополита княжеского ставленника, печально известного архимандрита Митяя. Напомню для тех, кто недавно на канале, мы неоднократно возвращались к этому моменту, когда Дмитрий Донской выжелал иметь своего митрополита. И вроде бы и князь святой, и дела его велики, и чего бы действительно не иметь великому граду своего отдельного митрополита, однако против этого восстают и митрополит Алексий, и святой Сергий Радонежский, и даже был конфликт, оцените момент, между святым Дмитрием Донским и святым Сергием Радонежским. Причем Сергий Радонежский еще князь-то на битву-то благословлял. Но дело было вот в чок, что с точки зрения местечковой, пусть у нас будет свой митрополит, это, конечно, плюс и большой бонус городу, что вот переселяетесь, у нас хорошо, у нас надежно, у нас хорошие воеводы-князь, да еще и митрополит ученый, чего бы и нет. Но с другой стороны, вот святые как раз сопротивлялись попыткам разделить Русь на митрополии, то есть, несмотря на то, что Русь была раздроблена в мирском понимании, с точки зрения церковной системы, церковного деления, она была одной митрополией, то есть, это как раз и нависало, вот эта идея необходимости единства, что вот князи, конечно, могут там уделы себе завоевывать, присоединять, дробить, если многодетен и так далее, а вот все-таки в духовном плане следует основаться одной областью, одной Русью. И в том же 1379 году свидетель Дионисий уехал в Казатинополь с протестом по поводу намерения избрать Митяя и также, чтобы представлять позицию епископата по делу еретиков-стрегольников. И на греков свидетель произвел серьезное такое, внушительное, хорошее впечатление, и патриарх Нил назвал святителя воистину божиим и духовным человеком и написал, что сам видел его посты, милостыни, и бдения, и молитвы, и слезы, и вся благая ина. И из Константинополя святитель Дионисий прислал для соборов Суздаля и Нижнего Новгорода два списка с иконы Богоматери Адигитрии. В 1382 году свидетель получил от патриарха титул архиепископа, потом вернулся на Русь, ездил в Сков и Новгород для борьбы с ересью стрегольников, да, то есть, заметим, человек ушел, чтобы подвязаться в безмолвии, а теперь он из опасства и бздит, и с ересью борется, и в дела политические тоже вынужден вникать. И в 1384 году святитель Дионисий был поставлен патриархом Нилом митрополитом на Русь, но по возвращению в Киев святитель был схвачен по приказанию киевского князя Владимира Ольгердовича, помните, мы как раз разбирали вот этот конфликт Ольгердовичей с другой ветвью, и подвергнут заключению, в котором скончался 15 октября 1385 года, погребен он в Киевской печере Великого Антония 26 июня, и память его празднуется родить из-за имениства с преподобным Давидом Солунским, имя которого он носил в миру. И в синодике 1552 года, то есть буквально через чуть больше, чем 150 лет, святитель Дионисий уже назван преподобным чудотворцем. Тоже посмотрите, как Господь прославляет угодников своих, это вот такой интересный путь, когда человек уходил из мира, а потом был вынужден нести служение в миру, и в целом это не назвать историей успеха, когда он вернулся, а был схвачен и умер в заключении, но с другой стороны, вот у Господа всегда есть свой взгляд, в том числе и на историю рода человеческого вообще, и на наши собственные частные биографии. Вот, пожалуй, это пусть будет темой для размышлений на сегодняшний день. На сегодня все. Традиционно напоминаю, следите за объявлениями и анонсами на площадке русской конописной школы, в начале августа в Самаре будет большая выставка, будет интересно, кто имеет возможность, проезжайте. А на сегодня все. Храни вас Господь православный, берегите себя и возвращайтесь завтра. Продолжение следует...